А какие-то правила существуют или просто вот фактически это занятие физкультурой с этим, как я... Хобби-хорс он называет. Ну да, вот девайс. Хорсик, как ласково называют. Хорсики ласково называют. Мы можем организовать прогулку по студии. Давайте прямо сейчас и организуйте. Это чистые элементы лёгкой атлетики. Потому что я вижу, я так понимаю, что они просто занимаются прекрасной кардио-тренировкой. Да? Тут главное, как и в конном спорте, корпус держать, да? Корпус держать, да. Вы только в луках, кстати. Да, я, кстати, по одежде не соответствую. Вот у вас прям как раз для спортивного мероприятия. Я же известный хобби-хорсингмен. Очень известный. Ну это просто, вот да, вот мы прыгаем. Голоп, рысь, да. Либо просто идём. Ну главная задача вот именно в соревнованиях, если, чтобы лошадка не упала. И значит у вас получается шаг, да? Ну да, вот мы просто ходим. Шаг, рысь. И голоп поактивнее. И голоп, вот, вот, наверное. Да, да, да. Я считаю, что вот мы в новом летнем сезоне московского долголетия мы предлагаем прекрасную альтернативу. Всё-таки это гораздо проще, чем лошадью обзавестись живой. Да, содержание лошади. Ну вот этой лошади содержание обойдётся дешевле. И опять она гипоаллергенна. Ну вот ещё наверняка есть увлечение йогой и цигуном. Вот это очень полезная штука. Йога я знаю. И цигун это китайская гимнастика. А, вот это как такая вот. Нет, это просто определённый набор движений для суставов. Очень омолаживает и внутренне, и внешне. Ну, Вася Анатольевич, я точно сегодня узнал новое про цигун. Цигун? Цигун. Хобби-хорсинг. Хобби-хорсинг. Вы знали про хобби-хорсинг? Нет, я знала, и по телевизору я видела. Ну, я тоже слышала, но не занималась. Да. То есть мы сейчас продолжим разговор и другим участникам московского долголетия. Расскажу и про хобби-хорсинг, и про цигун. Огромное вам спасибо. А мы продолжим разговор про летний сезон московского долголетия. Это программа «Мой район».